Добрый день, уважаемые подписчики! С вами Лодей Дамбакулер, член Тувинского республиканского комитета КПРФ. За прошедшую неделю произошли несколько важных событий для горожан, для жителей города Козыла. Так, 20 ноября прошли публичные слушания по проекту бюджета города Козыла на юг. 24 год и плановые периоды 25 и 26 годов. Приняли участие в публичных слушаниях ответственные работники МИРИ, депутаты хурала представителей города Козыла, также простые горожане. Следующие, 22 ноября состоялась 12-я очередная сессия хурала представителей города Козыла. Перед началом заседания отметили героя, спасшего тонущую девушку с реки Енисей. Глава города Ирина Казанцева от лица депутатов и козыльчан поблагодарила Евгения Артына за его героический поступок и наградила памятным подарком и вручила почетную грамоту хурала представителей города Козыла. В ходе работы были рассмотрены и поддержаны 10 решений хурала представителей города Козыла, в том числе проект бюджета города на 3 года. Бюджет был принят в первом чтении. Одно из наиболее важных это утверждены основные параметры бюджета городского округа город Козыл. На 2024 год общий объем доходов составляет 5 млрд 611 млн 557 тыс. Общий объем расходов 5 млрд 740 млн 667 тыс. Дефицит местного бюджета составляет 129 млн 110 тыс. Таким образом, дефицит местного бюджета на 2025 год составляет 85 млн 785 тыс. Таким образом, бюджет города Козыла дефицитный, социально ориентированный. В бюджете предусмотрены 19 реализуемых программ муниципалитета, направленные на улучшение жизни граждан и поддержку социального блока. Также был заслушан и принят ежегодный отчет главы города Козыла и депутатов Урала представителей за период с октября 2022 года по октябрь 2023 года. Кроме этого, хочу затронуть еще одну проблему. Наверное, наши подписчики смотрели наш материал от 20 ноября про Василия Доржая, которому суд дал время до мая следующего года освободить земельный участок на СНТ номер 11 города Козыла. К нам, как к депутатам, очень часто обращаются избиратели примерно с такими же проблемами, которым уже суд обязал освободить земельные участки. Порядка в некоторых садовых обществах нет. Согласитесь, друзья. А многие граждане, приезжающие из Кожунов, приобретают земельные участки в садовых товариществах города Козыла из-за неимения возможности переобрести готовое зелье по рыночной стоимости. Заметьте, самое высокое в Сибири за квадратный метр. Люди покупают землю в дачных обществах с надеждой на светлое завтра, чтобы построить уголок для своей семьи, чтобы детям были доступны качественные образования для их дальнейшего развития, блага современной цивилизации, для возможности иметь хорошо оплативаемую работу. По итогу, некоторые из них остаются ни с чем. Мною направлено обращение на имя прокурора города Козыла о том, чтобы в рамках надзорной своей деятельности прокуратура города Козыла обратила внимание на такие вот вопиющие ситуации, когда, казалось бы, люди покупают землю и им выписывают членские книжки общества, а через какое-то время появляются собственники и через суд обязывают освободить участок от построек. Будем ждать ответа прокурора города Козыла. С вами был Лодой Дамбакулар. Спасибо за внимание. До свидания.